Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Горожанка в селе. Этот ролик будет очень печальным. Дело в том, что перед пасхальными праздниками в Страстную Седмицу умер коллега моего мужа, одновременно муж моей подруги. Вместе выросли наши дети, и, соответственно, мы поехали провожать его в последний путь. Но так получилось, что, не успев уехать и похоронив его, умер еще один муж, еще одной моей подруги там же. И тоже коллега моего мужа, и тоже муж моей подруги. Вот так, практически, за несколько дней, не уезжая оттуда, мы похоронили двух близких нам людей. Спасибо, что сын согласился на эту поездку, свозил меня туда. Я проводила в путь этих достойных мужчин, поддержала своих подруг, чем могла. У меня, так сказать, уже есть опыт печальный. И мои слова, и поддержка были, я думаю, для них не лишними. А сейчас послушайте несколько поэтических строчек, посвященных такому грустному событию. Когда уходят в иной мир мужчины, оставив на земле все должности и чины, и задыхаются от слез их дети и жена, читая на крестах любимые их имена, такая вдруг накатывает боль, что кажется, что жизнь и их уходит в ноль, и одиночество так страшно наступает, что дальше ждет, никто не знает. Ищешь смысл, чтоб дальше жить, чтоб по ночам от горя меньше выть, так страшно расставаться с половиной, и боль накатывает прям лавиной, беда не отступает просто так, ты просто существуешь в ней, и это факт. И даже научившись жить с бедой, тебе не легче быть одной, а память сохранит все, все, что было, что можно сделать, чтоб душа не ныла, и даже если сильный человек остаться вдруг одной и доживать свой век, и даже если рядом дети, внуки, такая с тобой боль, такие муки, неправда, не проходит боль, ты с ней живешь, ты в ней живешь, и с этой болью в мир иной уйдешь. Наверное, будет правомерный вопрос, причина не ковид, нет, но заболевание практически одинаковое, и обоим по 69 лет до онкологии. Страшно. Страшно то, что уходят достойные люди. Вот часто говорят, нужно вести здоровый образ жизни, чтоб сохранить свое здоровье. Глядя на эту ситуацию, анализируя, могу сказать, что, наверное, не совсем это так, потому что один вел здоровый образ жизни, не пил, не курил, другой, как все, выпивал по праздникам и курил, а ушли практически в одно и то же время. Вот так. Грустно. Возможно, причина их ухода – это нефтеперерабатывающий комбинат, который отравляет окружающую среду. Может быть, просто случайность. Я не знаю. Пора прощаться с вами. Извините, если нагнала на вас тоску, но это реалии жизни. Хотелось поделиться с вами. Наверное, Ютуб не предназначен для таких грустных историй. Ну, вот так. Рассказала. А на этом я пожелаю вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Живите долго, радуйтесь этой жизни. Жизнь скоротечна. Это понимаешь, когда уходят близкие люди, которые могли бы еще жить, дожить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова